Добрый день! В эфире дневной выпуск новостей. В студии работает Аиша Киреева. Ко дню победы участники инвалиды Великой Отечественной войны получат по 150 тысяч тенге. Об этом сообщают в Управлении координации и занятости социальных программ. Выплаты будут разовыми, выделят их из местного бюджета. Также единовременная выплата предусмотрена для лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. Они получат материальную поддержку в размере 20 тысяч тенге. На сегодня число участников инвалидов у нас составляет 147 человек. Из них 51 инвалид, 96 ветеранам, участников войны. Приравненных 776 человек. Работы по перечислению денег будут своевременно. Где-то в конце апреля, уже до 9 мая, до праздника, должны поступить на их счета, банковские счета. Развитию детско-юношеского туризма в Приурале помешал финансовый кризис. Недостаток финансирования не позволил осуществить проект по строительству молодежного лагеря на озере Шалкар. Об этом заявил директор областного центра детско-юношеского туризма и экологии Виктор Фомин, выступая на брифинге в местном филиале службы центральных коммуникаций. Как отметил Виктор Фомин, во время визита министра образования в нашу область ему рассказали о планах по строительству молодежного лагеря на берегу озера Шалкар. Тот воодушевился и дал задание просчитать, сколько будет стоить проектно-сметная документация. Но планам помешал очередной финансовый кризис. Мы хотели построить молодежный лагерь такого мирового уровня, ну потому что министерство, оно говорит, мы не строим здание ниже 300 мест. Вот, ну мы с этим расчетом, чтобы там был плавательный бассейн, потому что Шалкар в чем его особенность? Только летом два месяца, два с половиной можно. Остальное время как бы уже, а самое главное это море там. Вот, ну можно, конечно, там и конным спортом заниматься, там и буерным, и там разными, и зимней рыбалкой, но этого мало. И горнолыжную трассу можно там поставить, но этого мало. И самое главное это бассейн, это вода. Поэтому мы запланировали постройку бассейна там, чтобы морская вода круглый год была. Между тем в области действует 14 центров туризма. Это более трети от всех имеющихся в стране. Наблюдается положительная динамика роста сети кружков туристко-краеведческого направления. Особое внимание в этом отношении заслуживает опыта Кжаикского и Женебекского районов, где кружками при центрах охвачено более 35% учащихся. Но есть и проблемы. Это оснащение инвентарем и изношенный транспорт. Центры туризма используют технически изношенный транспорт. Это вызывает обеспокоенность при обеспечении безопасности перевозок детей. Важным аспектом остается бережение жизни школьников, а также гарантия безопасности. Возраст автобуса не должен превышать 10 лет. А состояние обязано соответствовать техническим требованиям перевозки детей. Только Женебекский и Акзоиский районы имеют такой транспорт, который соответствует. Остальные нет. В ходе брифинга рассказали и об еще одном не реализованном проекте. Уже два года на рассмотрении находится бюджетная заявка по проведению туристско-экскурсионного марафона от достопримечательностей родного края к святыням Казахстана. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. 23-летний промышленный альпинист упал в шахту лифта с высоты шестого этажа. Несчастный случай произошел в Жилаевском комбинате хлебопродуктов. Парень несколько дней провел в реанимации. Сейчас его перевели в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы. У Голымжана Баймуханова диагностирована политравма, компрессионный оскольчатый перелом позвонков, перелом седоличной кости и другие скелетные травмы. С начала года в области зарегистрировано 15 случаев на производстве. Один человек погиб. В здании Жилайского КХП гражданин Баймуханов упал с высоты, то есть в лифтовую шахту. По данному сообщению сейчас в Государственной инспекции труда проводится определенное мероприятие именно по установлению работодателя, поскольку нам известно, что это не является работником КХП, а является работником другой организации. Сейчас устанавливаем работодателя и после чего будут продолжены соответствующие мероприятия именно по расследованию данного сейчас случая. Уральские зоозащитники возмущены методами работы сотрудников городской ветеринарной станции, которые занимаются отловом бродячих животных. Сейчас питомник в поселке Круглозерное, где раньше содержали собак, закрыт. Рядом с ним находится незаконный скотомогильник. Нам хочется предупредить, что слабонервным и детям не стоит смотреть кадры, которые сняли наши корреспонденты. Зоозащитница Марина Киловатт – одна из тех, кто занимается спасением собак не на словах, а на деле. Женщина лично выкупила 10 животных из питомника в поселке Круглозерное. Там собак содержали несколько дней после отлова для того, чтобы возможные хозяева могли их найти. Но сейчас питомник закрыт на замок. Раньше здесь содержались собаки, которых можно было забрать хозяевам, как говорится. Я здесь выкупала 10 собак, выкупала каждую 400-700, продавали. А сейчас их нет, выходит, их просто убивают. Притом дети все это видят, психика детей ломается, и вообще это очень неприятное зрелище. Тем более убивают даже, есть люди, которые жаловались к нам в общество, убили их домашних собак на их глазах. Каким образом? И просили труп, они стреляют такими, как жойстики, они и убивают. В нескольких сотнях метров от питомника, прямо в степи сотрудники городской ветеринарной станции, устроили незаконный скотомогильник. Трупы собак лежат прямо под открытым небом. Утилизация собак производится вот здесь, в этом наспехо, огороженном полигоне. Как мы видим, трупы никто не сжигает, просто сюда кто-то бросил несколько резиновых покрышек, и они сильно дымят и создают неприятный запах. Жители поселка Круглозерный уже не впервые выражают свое недовольство подобным соседством. Сейчас начнется лето, это все начнут сжечь. Это такой запах, на весь поселок стоит и дым черный, прям огромными такими, как клубками он идет, прям невыносимо дышать, и дышать нечем здесь у нас. И именно начинается это вечером, когда все дети выходят на улицу, там бабушки, старики пожилые все. Какие-нибудь звуки доносятся вообще, где бы это должно было по уму разместиться? Где-то очень далеко надо от поселка, чтобы от жителей это никак нас не касалось. Это очень потому, что нам не нравится. В городской ветеринарной станции отметили, что в этом году на отлов собак выделено около 20 миллионов тенгея. На эти деньги будет уничтожено порядка 6,5 тысяч животных. А вот где собаки сейчас содержатся? Питомники нету? А там никак не проверят, поэтому нет там. Отлов вообще не проводят сейчас. Да, трассит в районе Самара, в этом году выделили 32 миллиона тенгея. К счастью, ПФД находится на экспертизе. Вот где-то, так, в мае начеркнул строительство нового катаналинника уже. Пока отлов собак приостановлен, в трампунте областной клинической больницы все чаще стали регистрировать пациентов, обращающихся сюда после укусов бродячих животных. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральский наполигон твердобытовых отходов ежедневно вывозят до 800 кубометров мусора. Количество его может значительно увеличиться во время проведения субботников. В особенности это волнует сотрудников предприятия, занимающегося вывозом мусора, которые обеспокоены культурой горожан. Последние, по их словам, складируют спецконтейнеры, что попало. Наши корреспонденты расскажут о том, что препятствует чистоте и свободен ли доступ к утилизации отходов. Как рассказывают сотрудники Ураутаза-сервис, ежедневно на Уральский полигон твердобытовых отходов вывозится в среднем от 700 до 800 кубометров мусора. На линии работают 20-25 единиц техники. Как заявляют представители предприятия, этого вполне хватает, чтобы очистить всю городскую территорию. Но есть ряд причин, которые препятствуют вывозу мусора. Жители, получается, вывозят мусор, крупноговоритный отход, то есть диваны, кресла, возле мусорных площадок. И мы сталкиваемся с этой трудностью каждый день. Стоит отметить, что утилизировать мусор в контейнер зачастую просто невозможно из-за непроходимой грязи, образующейся вокруг мусорных ящиков. Все потому, что площадки остаются необорудованными, хотя рядом с ними должна быть дорожка. Весной и осенью ситуация обостряется. Площадка должна быть оборудована, да. Но не все площадки сейчас на данный момент оборудованы. Это занимается отдел ЖКХ. Мы только обслуживаем контейнерные площадки, точнее убираем мусор. Также сотрудники Уралтаза-сервис заявляют, что контейнеры предназначены только для твердобытовых отходов. Для вывоза мусора после субботника необходимо делать заявку в дорожные эксплуатационные предприятия. Насчет крупноговоритного мусора хотелось бы сказать жителям, чтобы они не выбрасывали в контейнерные площадки, чтобы они отдельно самостоятельно это вывозили. Потому что нам трудно это вывозить, вот эти ветки, ботва, то, что сейчас они собирают возле контейнерных площадок. Стоит отметить, что пока тариф на вывоз мусора остается прежним. Порядка 115 тенге с человека. Остается лишь сделать утилизацию отходов более удобной. Так никогда не было, чтобы много валялось рядом с бачками. Не было такого. Я так считаю. Мусор вывозят. Просто здесь помойка насть у нас, бичи, бывают такие. Помойка насть. Возникают проблемы и с предпринимателями. Для складирования отходов они обязаны приобретать контейнер отдельно. Но очень часто они не соблюдают это правило, пользуясь баками, установленными на территории дворовых площадок. Как отмечают горожане, чистота города в первую очередь зависит от самих жителей. Марина Горбок, Мохаммед Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся в вечернем выпуске новостей в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова